что ты не понял что за фига не принесла смеш не волнуйся смеш нет не ори не волнуйся все нормально вообще не понял юмора пошли к смотри какие что вы тут на холоде у меня помыла барашка чтобы он не грязный помыл а сохнет понятное дело дом на улице минус 20 очень нравится фигня ты кладешь они такие ой я полежу и не зайди какой-то мере он такой нафиг сохнем в тепле шелки знают что такое овцы но некоторые из них вполне все участвуют в позьбе занятий по позьбе но как бы я с вероятностью 200 процентов буду очень сильно ругаться если начать пасти дома кваш ты же не слышь миску с водой правда наш уйди смеш уйди нет ты плохо потешь но смысле он очень хорошо пасет но его как раз будет сложно такая у нас свинья вот он тут пасает но он не безопасно спасает смеш аккуратно смеш наш очень настойчиво пасет на позьбе и в отличие от шелте ему сложнее объяснить что на территории дома мы не пасем руби тоже не пасет на территории дома не пасет на территории нельзя нельзя смеш не пасем не пасем смеш смеш не пасем и квант радуется квант прям радуется прям радуется квант смешу Смэшу прям радуется Кван. Смэшу! Отстань от них, пожалуйста. Смэш! Нет, их не надо пасти. Тут вообще быть не должно, поэтому нет места, куда их надо упасти. То есть сейчас у него смещённое такое у Смэши поведение, на самом деле. Не чистый пастуший. Он, в общем, очень задался. Эй-эй-эй-эй! Смэш, не трогай! Смэш! Смэш! Задался вопросом, зафига нам тут овцы, да? И как на них реагирует? Молодец, да! Мы не на поле. Смэш, мы отстаём от овец, а мы не на поле. Так, господи, сколько радости, да? Твои любимые большие собаки пришли. Он Смэша обожает. Смэша, он обожает. Так, Руби тоже отстала от овец. Молодец. Ай, хорошо. Смэш, нет, нет. Отстань. На самом деле, одно из самых сложных, на мой взгляд, упражнений для Смэша. Мы прервали занятия, но будем продолжать. Это будет именно что? Да, 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 ты самая лучшая. Вот. Посьба. То есть, как бы... Ну, это не посьба, а выпас. То есть, дать овцам спокойно жрать траву и не... находиться в невменяемом состоянии из категории. И как это они просто пасутся, и мы их никуда не перемещаем и ничего не делаем. Очень сильный темперамент. Но я думаю, что мы продолжим. Смэш! Отстань. Да, Виня правильно охраняет. Чтобы отстали уже от бедных... Смэш, нет! Да где же у меня тапочек, ну? Тапочек, видишь? Тапочек. Ну, тапочек. Тапочек. Отстань. Выдыхай. Молодец. Тапочек. Отстань. Смэша. Отстань. Все, они никуда не идут, их не надо никуда пасти. Ляг. Ляг. Все. Умница. Умница. Ляг. Хорошо. Хорошо. Лежи. Они имеют право передвигаться по дому. Нет! Ляг. Ну, то есть, самое сложное, прям действительно для него самое сложное, это осознать, что как бы у нас овцы ходят. по дому. И засыпают дом. Ну, сейчас я его еще компрессор сушу. Да, он у молодец. Нет! Ляг. Молодец. И выставим, мы как раз у курочек, где они у меня сейчас пока живут, там утопление, ну, инфракрасное обогреваться. вот, все почистили, приходил замал, помог вывести все, чтобы в минус 20 была сухая толстая подстилка. Это очень важно, потому что даже обогреватель Руби нельзя, Смаш, нельзя. Сухая толстая подстилка очень важна, она в любое время важна, но когда на улице минус, как бы обогреватель сверху инфракрасный не грел, все равно пол холодноват. Если она будет мокрая, она будет холодна. Кому-куна заколдованного ждет явно своего хозяина, охотится на собаку. Смаш, я все вижу. Видите, прям срывается с выдержки. Иди сюда. Сюда, подожди. Смеша. Все, я сказала. Смеш. Они еще и ко мне в домик пошли. Ужас. Смеш. Выйди. Хорошо. Выйди. Молодец. Выйди. Выйди. Браво. Лиса вообще не поняла, что делать. Да, вот здесь у меня небольшая перегородочка и большие собаки, когда гуляет либо квант. Ну, потому что квант действительно к ним пристает. И, ну, смеш, просто отмахнувшись, он имеет право отмахнуться, он имеет право на реакцию, он живой. Смеш только переметь. Вот. Ну, просто шибет, да? Не потому, что он плохой, злой, там, лесоед, какие там еще варианты развития событий. Нет. Просто квант, ну, реально домогается до больших собак. А разница здесь колоссальна. Нельзя. Ты отстань. Поэтому у меня есть некоторое разграничение. То есть, когда без присмотра у меня большие собаки отделены от маленьких, потому что шелти провокатор. Ну, то есть, именно шелти. Куда пошел? Нельзя. Именно шелти могут спровоцировать конфликт. И, ну, да даже не конфликт. Может игра выйти из-под контроля. И тяжелая, тяжелая аусь там вовремя не остановится. Или резин. И шибануть слишком серьезно. Ну, то есть, при таких разных весах все игры должны происходить под контрольным. То есть, никакой войны, как видите, все друг друга съедят у меня не присутствует. Ты отстань, пожалуйста. Эй. Но вот так разграничено. Шерсть нападала. Надо опять мыть. Если моешь, то получается хорошо. Моешь, выдуваешь шерсть. И потом нет. Это вот руби долинивает. Видите, она вся вылезла. Я ее сейчас буду мыть. Замачивать в маске. Сегодня это буду делать. Чтобы начала активно расти новая шерсть. Потому что у меня все уси. Уна даже худой смотрится. Хотя тут все на ребрах есть. Все уси. А уси просто в дикой разлинке. И немножко подлетает шерсть еще, которая не вся вывалилась, вымылась. В принципе, это, кстати, вопрос на то, как мы живем без постоянной уборки. Ну, уборка все равно постоянная, конечно. Но на самом деле шерсть не летает. То есть, вот это вот единственное место, где, видите, клубы прям шерсть. Фокус простый. Как только начинается линька. Вот эта шерсть, она вся, видите, она не колтунется. Она очень хорошая шерсть, хорошего качества. Смеш, куда пошел? Стой. И она как бы не колтунется, не создает проблем. Просто ее моешь, когда начал отходить под шерсток. Выдуваешь компрессором под расческу. И, в принципе, ну, иногда надо повторить через неделю. В большинстве случаев на этом шерсть клубами по дому заканчивается. Может быть, разок хорошо прочесать. То есть, в принципе, до двух недель сократить линьку вполне реально. Линяют они более-менее все одновременно. То есть, это те две-три недели, когда я задалбываюсь. Но потом у меня опять нет никакой шерсти. Ладно, ребят, пойду сушить ягненка. И выдворяйтесь дома. Потому что, ну, собакам прям тяжело. Ну, не всем, положим, шелти. Взрослые. Шелти привыкли, что то, что пришло домой, пасти не надо. Хотя, опять же, они успешно пасут стадо. Смешу, с его темпераментом прям тяжело. Не теряйте нас. Пока-пока. Это просто невозможно. Это просто невозможно. Ты это иди. Да, это просто милота. Да, Смеш умница. Смеш умница. Да сняла вам чуть-чуть. Просто, ну, Смеш зашел. Сел в свой любимый домик. Клетку. Как видите, никто не забирает его там. Он действительно считает его домиком. Охраняет от всех. Можно реально огрести собаки. Аккуратно, Смеш, аккуратно. Ай, браво, да. Рубя, отойди. Огрести лилей, если Смеш. Молодец, да, супер, да. Да, да, молодец. Ты его игнорируешь. И, собственно, вы сейчас смотрите иллюстрацию, почему большие собаки не могут без присмотра оставаться с этой гиперактивной мелкой фигнёй. Ну, потому что, ну, блин, мёртвого достанет. Молодец, Смеш, да, браво, браво. Всё, начал зевать. Ребят, когда собака начинает всячески зевать, это на самом деле сигнал, что воздействие слишком сильное, надо тормозить. И, ну, Смешу сейчас прям сильное воздействие. Сейчас я досниму для вас это всё. И молодец, Смеш, браво. И заберу кванта, потому что сейчас Смеш огрызнётся, а кванту этого хватит просто вот того, что нагрызнулся, чтобы кванта не стало. Потому что огрызается. Молодец, Смеш, ударяя даже без зубов 35 килограмм с хрупкостью данной лисы, это как бы фенита ля комедия. Но, по крайней мере, вот я вам сейчас наглядно показала, почему... Молодец. Почему я считаю, что... Ну, моя паранойя считает, что большие и маленькие без присмотра должны быть разделены. Когда их, по крайней мере, много. У меня был один Ризен. Во-первых, Ризен, честно говоря, не аусь. Сука, Ризена это очень мудрое создание. Тею я бы могла рискнуть оставить с Шелтями без присмотра. Она как-то лучше измеряет силы, чем, к примеру, Смеш. Так вот, когда вот такой сильный, импульсивный, большой собак есть, да, пол не имеет значения, на самом деле. И есть мелкие провокаторы, то их общение должно происходить только под присмотром. Просто потому что... Ну, блин. Ну, потому что вот, вот мелкий достанет, понимаете. Собак будет не виновата. Она рассчитывает... Ну, они не очень рассчитывают свой вес. То есть он будет рассчитывать, что он гребнул, как бы он гребнул такого же Смеша, да. А как бы это не такой же Смеш. Это вот эта вот хрень, которой десятой доли этого хватит, чтобы самовыпилиться, да. Поэтому никаких, вообще никаких, без присмотра... Вот, кстати, у Лис похожая шерсть по качеству на усины. Ну, то есть колтуны бывают только, если отошел под шерсток и застрял вот тут. И я его точно так же выдуваю компрессором. Вот жопу кому-то надо выдвать, жопу кому-то... Больно берешь, блин. Сейчас по шее, да. Вот. Ну, то есть он не кусается, чтобы, понимали, это он дуракова. Молодец, Смеш! Все, теперь точно ролик заканчиваю. Потому что уже все ревнуют, говорят, что фигля у тебя этой фигней. Руки заняты, люби нас. Эй, 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 аккуратно наступишь. А не вот снимай свою. Осторожно наступишь! Так, все, ребята, заканчиваю. Ну, потому что, ну, правда, Смешу очень тяжело. И ягнята, и его лиса жрет. Это прям, ну... Молодец, Смеш! Ну, пойдем. Он его прям жрет. Ну, в смысле, он ему не делает больно, но это не нужно. Все. Смеш, не ходи за козленком. Всем пока, я пылесосить. Всех разгонять и пылесосить.